В коридоре детской поликлиники оживлённо. Очередь на прививку ждут как совсем маленькие пациенты, так и ребята постарше. Компания по вакцинации против гриппа стартовала в Бобруйске 3 октября и продолжает набирать обороты. Специалисты уверяют, профилактика – лучшее лекарство. Вакцинация от гриппа показана всем. Начиная с 6 месяцев, до 3 лет вообще она входит в обязательную вакцинацию. И, конечно же, на первое место я бы поставила детей с хроническими заболеваниями, которые состоят на диспансерном учёте. Почему грипп так опасен? Своими осложнениями. Чем он характеризуется вообще? 7 суток может держаться высокая лихорадка. И у детей по заболеванию сердца, допустим, может осложниться инфекционным мелкардитом. Это очень опасно. Грипп – острая респираторная инфекция. Один больной человек способен заразить от 7 до 12 окружающих. Заболевание опасно развитием серьёзных осложнений – пневмонии синуситов, атитов. Своевременная прививка поможет защитить не только себя, но и людей вокруг. Основной путь передач является воздушно-капельный, то есть при чихании, разговоре, кашле. Также возможен путь передачи контактный, то есть через инфицированные предметы обихода. В частности, это игрушки. Человек заражённый, он может выделять вирус за 24 часа до клинических проявлений. Но также это состояние может продлиться у него от 5 до 10 дней. Привиться можно как бесплатной вакциной российского производства, так и французской на платной основе. Вероятность заболеть в таком случае снижается в 4-5 раз. На платной основе это Voxigrip Tetra, это французская вакцина. На бесплатной основе предлагается Gripple Plus российская вакцина. Все они содержат актуальные штаммы и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Прививку против гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учёбы и работы. Перед вакцинацией обязателен осмотр врача и измерение температуры тела. Каждый год мы прививаемся от гриппа, мы очень рады этому и очень довольны, никаких осложнений нет. Сначала я волнуюсь сильно, но потом маленькая боль наступает и всё проходит. Если не прививаться, гриппом можно заболеть. Это опасно очень. Вакцинироваться необходимо не только детям, но и взрослым. В группе риска беременные женщины, лица старше 65 и страдающие хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, лёгочными, эндокринными. Особенно важно сделать прививку тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей – работникам торговли, общественного питания, коммунальной сферы и других. Все эти пациенты имеют риск тяжёлого течения гриппа в случае заражения им. И для того, чтобы его предотвратить, для того, чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья, осложнения течения хронических заболеваний, лучше вакцинироваться и быть спокойным за своё здоровье. Снизить риск заражения вирусом просто. Достаточно придерживаться советов врачей. Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания. Соблюдать респираторный этикет и правила гигиены. Вести здоровый образ жизни. Однако главной рекомендацией медиков остаётся вакцинация. Чем больше людей будет привито, тем меньше шансов у гриппа распространяться и вызывать эпидемии.